5 декабря 2024 год. Москва, Манежная площадь. Я, Владимир Чур, всех приветствую. Сегодня рабочее объединение межрегиональных штабов национально-освободительного движения. Сегодня провели очередную серию одиночных пикетов за чрезвычайно полномочия для главы государства, для того, чтобы провести реформы, направленные на полный возврат государственного суверенитета. Также полномочия нужны для того, чтобы признать незаконную независимость Украины. И по международному праву Соединенные Штаты Америки не могут туда, значит, будут поставлять ни оружие, ни боевиков, ни финансировок. Вот. Ну, не только территорию Украины, но также страны Прибалтики относятся тоже к этому. Для того, чтобы создать ставку Верховного Главнокомандующего. Ее пока нет, этой ставки Верховного Главнокомандующего. Вот. Конституцию, да, красиво написано. Значит, Верховный Главнокомандующий, но нету закона об Верховном Главнокомандующем, то есть, который бы регламентировал, что может делаться, а что не может делать Верховный Главнокомандующий. Вот. Поэтому тоже надо. Потом нужен Государственный Комитет Обороны, ГКО, как это было при Сталине во время Великой Отечественной войны. Этого пока ничего нету. Поэтому, ну, конечно же, изменение колониальной конституции на суверенную, это тоже главное. Вот. Зачистка пятой колонны во власти, в СМИ. Вот. Именно за это идет сбор подписей. Мы его продолжим. Значит, первая планка 100 тысяч, и они будут переданы в Совет Федерации, потому что именно Совет Федерации предоставляет такие чрезвычайные полномочия. Ну, и вы сами понимаете, граждане России, кто меня смотрит, что в условиях агрессии США и блока НАТО, необходимо предоставить эти полномочия для того, чтобы вообще спасти страну, народ и выиграть в этой войне. Главное, главная победа. Понимаете? За нами правда, за нами истинная правда, за нами истинная, за нами сила, и будет победа. Но на халяву так не бывает. То есть за это надо бороться, сражаться. Наши герои, вот ребята, рискуют жизнями каждый день на линии боевого соприкосновения. Мы здесь, так сказать, на информационно-идеологическом посту стоим ежедневно, раздаем газеты. Национальный курс в Суверенции, значит, подписной индекс ПП-711. Подписывайтесь на газету. Листовки также, нот, раздаются. Ну, пикеты и оповещения. Главное, конечно, это мы как можем, так формируем общественное мнение. Здесь, вот, в самом центре Москвы. С какими плакатами стоят наши активисты? Вот, через начальное полномочие Путину. Ну, видится, что у всех накидки, на которых написано, что идет народный сбор подписей за чрезначальное полномочие президента. И что без поддержки народа работать невозможно. Вот, и хотел бы закончить свое выступление словами Владимира Владимировича Путина, который сказал, что мы сегодня сражаемся за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию можно вычеркнуть из истории. Поэтому вместе победим. Так, внимательно. Путин, армия, народ, вот рецепт победы нот. Путин, армия, народ, святая троица, вперед! Путин, армия, народ, супостата гибель ждет. Родина, свобода, Путин, урон, урон, урон! Да здравствуй, великая Россия! За Россию! За победу! Ура! Ура! Как домой быть? Ра-си-я! Будьте, люблю Россию!